Последние дни войны. Конец зимы и весна 45-го года на страницах Куйбышевских газет, какими их увидели наши коллеги, фронтовые и тыловые корреспонденты. На Земландском полуострове наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника, стремящегося прорваться из города Кёнигсберг на запад. Одновременно Красная армия продолжает бои по уничтожению восточно-прусской группировки противника. Севернее и северо-западнее города Грауденс советские части сломили сопротивление противника и в результате штурма заняли город Нойенбург, узел коммуникаций и сильный опорный пункт обороны немцев. На рассвете два батальона гитлеровцев переправились на западный берег Вислы и попытались пробиться из окружения. Вражеская группа была встречена минометным и пулеметным огнем и в большей своей части уничтожена. Юго-западнее и южнее Бреслау заняли несколько населенных пунктов. Волжская коммуна сообщает о проведении коллективом Куйбышевского станкостроительного завода «Стахановского декадника». Инструментальщики, сборщики, литейщики значительно увеличили выпуск продукции, вырабатывают от двух до четырех норм за смену. В ряде колхозов Большеглушицкого района завершается подготовка к весеннему севу. За последнюю пятидневку очищено три тысячи центнеров семенного зерна, сделано и расставлено три с половиной тысячи щитов, отремонтировано пятьсот барон, собраны сотни центнеров местных удобрений. Военные корреспонденты вместе с советскими войсками в Германии. Вот мчится по безлюдной дороге грузовик. Два автоматчика лежат на его крыльях. Мгновенье! И любой из них даст очередь схода или соскочит на землю и заляжет в кювете, забросает противника гранатами, уничтожит, возьмет в плен. Вот расположилась на отдых артиллерийская колонна. Две пушки ставятся на позицию. Здесь всякое может случиться. До Великой Победы оставалось 78 дней. Редактор субтитров А.Семкин